Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Почему Эрдоган нападает на сербский договор? Ван Сетян, геноцид коренных народов и культурный геноцид здоровья и экономическое развитие коренных народов. Что же происходит в восточной части Средиземного моря и какое отношение имеет к этому сербский договор? Бакоса Акян принял делегацию Национального собрания Армении. Экономический терроризм США против Ирана не будет длиться вечно. Рулхани. Выставка «Я есть», посвященная юбилею Кумитаса. В течение нескольких дней в турецкой прессе регулярно обсуждались сербские договоры и военные интервенции Турции в Ливии. Мы попросили президента Армена Акабрамяна провести анализ этих действий. Со времени принятия сенатом США геноциды против армян с 1915 по 1923 годы в Западной Армении последовательными правительствами Турции ни дня не прошло, как сербский договор и его синдром были выделены президентом Эрдоганом. Вопрос прост. Почему президент Эрдоган выдвигает на первый план вопрос о сербском договоре, как только у него появляется такая возможность? Ответ также прост, несмотря на почти столетнюю ложную пропаганду в прессе, средствах массовой информации, а иногда и отдельных личностей, которые выступают в роли историков для защиты турецкого тезиса, в том числе в армянских общинах. Сербский договор является силой закона на всем Ближнем Востоке и, в частности, в отношении Республики Западной Армении, признанной независимой Верховным Советом Союзных Держав России и Соединенными Штатами. Мы видим тут и там утверждение о замене сербского договора другим договором, лозаннским, не выделяя при этом тот факт, что подписавшие его государства различны. Мы слышим в коридорах, что сербский договор не был ратифицирован, если бы не учесть, например, тот факт, что арбитражное решение президента Выдра Уильсона могло быть вынесено только в том случае, если сербский договор вступил в силу. Возможно, что сербский договор не был ратифицирован всеми державами Верховного Совета, тогда можно задать вопрос, как он применялся. Я приведу в качестве примера довольно простой вопрос. Мандата фактически он не был ратифицирован всеми державами, но он применялся некоторыми державами в соответствии с интересами, которые их оживляют, такими, как, например, вопрос о Киелике для Франции или вопрос о Месопотамии, Ирак. Для Англии, конечно, Ливии, которая была сформирована на основе сербского договора, она больше не является реальной политикой или великой политикой, это скорее великое лицемерие. Так что армяне во всем этом, и это особенно ясно, что 24 июня 2016 года Западная Армения ратифицировала сербский договор и его перемещение и применение арбитражного решения, которое, например, дал Иракскому Курдистану право провести референдум 25 сентября 2007 года, как это было представлено статьи 63 и 64 договора Севера, или желание президента Эрдогана войти в Ливию военным путем. Это называется эффект домино для тех, кто не знает. Президент Эрдоган очень хорошо осведомлен, что он сталкивается с юридической реальностью. Как он недавно очень четко заявил, что ни одна страна не превосходит международное право. Близко время, когда все армяне поймут, почему были созданы 15 лет назад Национальный совет Западной Армении, правительство и парламент, который официально представляет армян Западной Армении и защищает их права. Официально 15 лет. Да, 17 декабря 2004 года. Письмо человечеству. Геноцид и этноцид народов Америки. Ван Ситян. Это 2019 год, но геноцид и этнический. Геноцид коренных жителей продолжаются. От экономических разрушений и социального хаоса до нарушения здоровья. Эта резня продолжает уничтожать коренные народы Соединенных Штатов и Канады. Недостатки здоровья, бедность, разрушение языка, культуры и наследие ткут эту сеть хаоса. Мы, как народ, являемся свидетелями постепенной смерти наших коренных братьев и сестер. Мы, как нация, являемся свидетелями утраты монументальной ценности, глядя на то, как разрушается человечество. Настало время для того, чтобы инновации в области здравоохранения и технологические достижения пришли на помощь. Американское национальное здравоохранение – это система ликвидации. Молчание и равнодушие к этому хаосу – это то же самое, что идти к самоуничтожению. Образование, осведомленность, пропаганда, сотрудничество, общение и помощь являются основными инициативами, которые могут положить конец этому продолжающемуся и безжалостному геноциду, и этноциду. Наш долг – собраться вместе, спасти этих людей от разрушения, а наших ресурсов более чем достаточно, чтобы остановить этот хаос. Колумб не открыл Америку. Он вторгся и уничтожил ее. Если мы посмотрим вокруг, родная земля продолжает разрушаться. Давайте прекратим этот продолжающийся геноцид и этноцид во имя человечества. Арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Анкара по просьбе контролирующего триполи правительства Фаиза Аль-Сараджа решил отправить в Ливию военную технику, оружие, боеприпасы, а также подразделения спецназа. Сделано это было после того, как в Стамбуле президент Турции Раджептай Пардоган в закрытом режиме провел переговоры с главой правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджа. Тем временем Турция, являющаяся членом НАТО, действует в одностороннем порядке. Почему? Причины резкого обострения ситуации в Восточном Средиземноморье часто связывают с борьбой за энергоресурсы регионов, чем заметная доля правды. Но это только одна, хотя и важная сторона проблемы. А другой пишет редактор из ираильского издания «Яерусалим постсет Фрацман». По его мнению, недавно заключенная сделка Турции по морским границам с Ливией является частью более широкой стратегии проецирования силы, с помощью которой Анкара надеется оказывать давление на своих соседей и доминировать в Восточном Средиземноморье. Так Пардоган, комментируя эту сделку, заявлял буквально следующее. После этого сербский договор, договор августа 1920 года по разделу Османской империи, полностью утратил смысл. Морская граница Турции и Ливии беспокоит и Грессу. В этих водах есть права Ливии и Турции, и их надо защищать. Странность вызывает то, что турецкий президент именно сейчас вспомнил старый договор, который в свое время никем не был ратифицирован. Полная статья доступна на нашем сайте. 17 декабря президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с делегацией Национального собрания Республики Армения во главе со спикером Национального собрания Раратом Мерзаяном. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные со взаимодействием парламентов двух армянских государств, сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах. Экономический терроризм США против Ирана не будет длиться вечно, заявил президент страны Хасан Рухани, подчеркнув, что эти все страны стремятся поддерживать дружеские связи с Исламской Республикой, передает Мехер. По его словам, саммит в Куала-Алампуре является хорошей возможностью для мировых лидеров и для решения региональных международных проблем. Мы считаем, что переговоры являются единственным способом решения региональных проблем, подчеркнул он. В мероприятии, которое пройдет 18-21 декабря, примут участие 400 международных деятелей, в том числе 250 мировых лидеров и политических деятелей из 52 стран. Участники должны обсудить наиболее важные проблемы мусульманского мира. Затем Рухани отправятся в Токио на переговоры с премьер-министром Японии Синзо Абе. Под рубрикой «Я есть» в Союзе художников открылась замечательная выставка, на которой представлены работы более 30 молодых художников и скульпторов. Эта выставка, посвященная 150-летию Кумитаса, была организована Ереванским офисом Армянской образовательной и культурной ассоциацией АМАСКАИНА. Выставка дает молодым художникам возможность продемонстрировать свои творения и познакомиться с великим искусством. Скульпторы в основном студенты Академии художеств. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль наубаж. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!